Продолжение следует... И самовара сладкий дым парит над головами, и время больше не бежит, и рифмы сочной коржи вибрируют словами. За стол, читатели, за стол, забыв про буднишный рассол, нас ждут на черепице. И вот выносят ланселот, не в свой выпеченный тот, торт, эплектик и наитий. Нарежем торт на сто частей, любовь и глупостей, страстей, на боль и на удачу. Займите, граждане, места, нам Даниил смесь со ста раздаливает сдачу. Не все поймут, о чем тут речь, но люди моего поколения должны. Где на тумбочке у стенки шепотком шипел рубин, капитан геройский тенкиш многих гадов порубил. И вруча под нос, держись, не падай духом, дышь колосс. Делал ставки больше жизни капитан геройский колосс. Рассекали поле чисто и стреляли прямиком грозных четверо танкистов с непременным собаком. Но менял приоритеты телерадио ком вещь. Где ты, Лесси? Джуди, где ты? Помню, Джуди, это вещь. Детство чистое, ты где, нах? Ты почила так чего? В торсионных завихрениях октябрятства моего. Вроде вышло все вот ведь, как под откос и на расстрел. Не смотри так к сынку Федька. Только Федька все смотрел, как из малых этих родин сквозь чужие города. Уходили тени в полдень. Ни в рыло, ни в жерло. Мы перли, пороли и горло драли. Отрели, вострали, что дрели, встревали, трещали, трепали, расстреливали. Бурлили кастрюли, грусили гастроли. Грустили острелы, пострелы просли. Пестрели, постели, простили, расстрели. Пласты опустили, просвистывали. Плели в параллели, преамбулы прели. Пленеры пленили, пьянила волна. Сплетались каналы, птицы канали. В дальнюю далее летали. С пазовых прозе мучают творцов, вполне созревших. Глянцевых пунцов, светлиц, колец, зорниц, гробниц, аллюзий. Шары летят по изначальным улузам. И пешки гордо смотрят королем. Общественность полнуется кукас. Пространством паствы, наставление фаз. Рекут карикатурные пророки. Шарманщики корежат караоке. Мелодия проста, плюс-минус до. И ветреная в районе Мегидо. Ну, надо объяснять. И вот я, дядя, что сказать-то про то, как неподвластна карта, когда не в шулерских руках, когда отсутствие азарта, не умаляет доли фарта, а до заветного гран-при, сколь мне и бис, пре-пру-пре-при, ан не допрешь. Толь кармы парту, толь злой планеды сущий, нах, не разобраться в фапыхах. А в фапыхах сплошная хохма от лицезрения и токма. И хоть светло начало, но в процессе достижения акмы таких изведали, как лакма, в густой предутренней рассе. И проскочили. Но не все. Запишут летописец. Так, мол, предугадать нам не дано по части слова Пекина. Здесь выспешу это слово, которое вы, наверное, не знаете. На иврите это парноса. Наидыш парнусен, по-моему, это называлось. Я не знаю, знаете его в русском или нет. Короче, это заработок. Где это парноса? Ну, связано с русским словом? С греческим? Нет. Парна... Парноха. Короче, оно здесь не понимается. Заработок. Иногда оно может быть связано. Не всегда. Это не следом надо ли? Нет, нет, продолжайте. Не вылезая в дрязги семейных уз, я тащился кайфом. Девять мусы были мне, как кадыки профсоюз, с домом отдыха там, наверху парнаса. И по коду сырато, по стойке рис, мы плевали в вечность куда-то вниз, холиопа показывал стриптизм, и огромной опой пугала наса. Но и в терпах глупышка девочка, мотылек, пустоблядство принявшая за пролог, позабыв заветы матушки мнимазины, отдалась сполна, и как дважды два, залетела под страсти едва жива. Ни спиральки какой, не пользуя, ни резина. Суетась семей на парнасе без парнасы, сомневался, покусывая усы. Вот обложат по самые памперсы, и ни выдоха, и ни вдоха. Но мой внутренний голос сказал, несцы, шарани в терпе, окситоцин, сразу выкинет все, дуреха. Не рассказывал старый грек Дионис, ты теперь, братуха, как не винись. Все равно пожизненно изгнан из соискателей, драчунов, поэтов. Не ладеек тебе никаких, не виз, золотокудрых пись и раскосых сись, иудео-эллинских, так сказать, дуэтов. Я живу давно возле речки Стикс. Говорит мне, кореш, ты как-то скис, ты на весь этот уч педгиз, поклади прибор-то. По шабатам часто на пару с ним, молодчонков плохенькую смолим, да толкуем все о вреде, о Боге. Или в Нижнем, в общем-то, Тагиле. Распевали песни гули-гули, страшные старухи из Иргили. И топили чувства в алкоголе, и слова плохие изрыгали, например, в какой-нибудь Анголе злобные адепты гали-гали. В принципе, нужны народу песни, даже если песни вот такие. Ведь без песни жопа, хоть ты тресни. Это как в бильярд играть, без ския. Но не слышно песен из Анголы, и из Ингиюля нет ни звука. Говорят, в Тагиле двух монголов поменяли на подводу лука. Трепетные наши постарали, хлопотные наши чихах били. Как мы все безрадостно просрали, как мы все безжалостно добили. Про ненормативную лексику. Мы говорили всю ненормативную лексику, я за меня обесцененной. Мы договорились. Все классно. Это было шоу. Сбора. Как говорил полковник Левенец, а впрочем, подполковник, в сути, не важно, а хуешки он, и как леденец, он послевкусие смаковал в конец, а дальше было все многоэтажно. Так незамысловато, но хитро мы постигали самое нутро, азов в артиллерийской подготовке, в песках вблизи селения сипки, и были наши помыслы крепки, поджары торса и движения уловки. Уже был прожит съезд 26-й, компартия СС. Стоял отстой, который после назовут застоем. Мы вычисляли пушки до ворот, и песню «Путь далекий бенарот» орали на плацу единым строем. Культурный день случался в четверги, когда, нарезав дантовы круги, к палантам подъезжала автолавка. С тех пор засохший коржик и кефир, ты мой восторг, ты мой почти кумир, а сигареты феникс, божью трав, из гаубиц всего дороже мне Д-30, в ней 122 мм, а дальнобойность 20 км. Но не за ТТХ мне дорога, ее ланит упругая дуга, а за времен связующая ретро. И с памятью отмеренных даров еще осталась заготовка дров, еще косяк смастыренный тамиром, и звезд ночных такая круговерть, что не постичь и не пересмотреть, и вечный мир, сияющий над миром. Часть вторая. Опять балует северный сосед, и южный огрызается во след. В ближневосточном мире мира нет, а нынче в мире всяк ближневосточен. Но здесь лишь нам отечество и есть, и в этом состоит благая весть для всех народов чужденных водчин. Мой светлый сын, когда пришла пора, пошел служить и вышел в юнкера, а там со скуки даже в офицера. Война всегда на выучку строга, и требует познания врага, его орудий, например, примеры. Тут мы пропустим про систему град, и наблюдаем в самый аккурат, как гаубиц до тридцать, хмурый ряд из-за холмов, вытягивает дуло. Подруги дней былых моих, они уже не так прекрасны и стройны, и выглядят угрюмо и сутуло. Смешало время в тридцать с малым лет, и давних сборов фарсовых сюжет, и сборов будущих неумолимый рокот, и как бы ни легла по жизни масть, я говорю, учи сынок на части, а он ценитель правильных уроков. Если вам скажут, что есть что-то лучше про мертвое море в русской поэзии, не верите. Я мертвое море вчера посетил, примерно в районе часов десяти, и, судя подохлого вида волне, я понял, что море убито вполне. За что это море убили? Ответь. Оно никого не обидело, ведь, и тихо плескалось в объеме своем, йогрой позвалила, подаем. И так я у мертвого моря стоял, нежнее лазури не била струя, ни над, и ни под, и ни из, и ни от, в немом окружении прибрежных пород. И вот я вошел в убиенный раствор, и тело в растворе свое распростер, и долго лежал бородатым буйком, неведомой силой кверху, влеком. Хоть мне средиземное море милей, но у мертвого моря есть масса полезных солей. Трещаек здесь нет, и не крепнет баклан, вдали пошел. Разольют огни софиты, ассистент, тампон, зажим, чтобы не было фенитых, хорошо больной лежим, и не двигаемся даже, потому как хлороформ и кружит, и будоражит, и дрожит в пределах форм. Вот хирург, больное тело, хирургическим ножом, и надежно и умело разрезается куражом, и вникает в повреждения, ассистент, зажим, тампон, для неверного движения нет причин и нет препон, вот он весь сосредоточен, нукость, нукость, говорит, в этом теле, между прочим, у больного в этом теле, между прочим, у больного не плеврит, у него другая фишка, у него другой конфуз, мы отрежем только лишку, так сказать, житейский груз, и отрезав то, что надо, вытрет руки, ахалат, ассистенты крайне рады, и ему кричат виват, но чужда хирургу слава, и виват их нипочем, он сгрустнет у автоклавы, перекурит с главврачом, и на раковую клетку, ту, что скальпелем соскрек, любознательно и метко поглазеет в микроскоп, а больной пойдет в покое, потому как стал здоров, и хирургу трели в кое вышли в качестве здоров, слава, слава всем хирургам и различным докторам, а продажным доброторгам стыд и сран, сложен и без пиджака, просто обязан, без пиджака крайне вулыгарен он, не осознать ему, жан-жака, даже за миллион, дом не построить, дитё не снесть, дерево не взрастить, не насущить вебу лежачью шерсть, сделав из зоны нить, не проговорить за крома земли скважины ни одной, не побороть африканской тли, очень на вид чудной, план Гэл-Ро не придумать, нет, не написать роман, даже зачуханный в шваль санет он не создаст болван, ежелишь будет владельцем он ладного пиджака, будет на вроде Ельцина, гордого мужика, будет на вроде Путина в Сочи встречать гостей, толпу расчистит путь ему без всяких глупостей, вынесут радуясь хлеб да соль, скажут в упор «Мерси», даже картинки слезвуса могут преподнести, будь ты хоть плоским, что твой лежак, будь ты рабом шерка, жизнь хороша, если есть пиджак, а без него жалка. Седая проблять, воскликнул воин Эндельтрехт, размах секира позволял посуществлять его пространство, когда пнестома Табаос, возвращенный тысячелон назад, он мог бы двигать с поезда по древам мыслей растекаться, быть цезарем своих чинов или бегать в кречке без штанов. Не так ли в юные лета младые девы грызли сушки и пели матерные частушки под гитару смельчаков, плававших по стране пятеркой, как быть перед вселенской поркой, тому порокой инь и янь в переуклетении истомах, что был велик среди знакомых и постигал любой аспект бесстрашный воин Эндельтрехт. Но, чу, эпоха на дворе стояла грязными ногами, в любом обшарпанном вигваме, чтоб воду в ступе не толочь, и в предвкушении инцеста втыкали топоры войны, тела, идеи и штаны, а если что изрывали, то уж, конечно, не в подвале. Воркалась лишь по четвергам, но возрастал в тавернигам, когда крапленого валета мочили в недрах туалета, да так, что и не снилось вам или Елизавете вам. Но славный воин Эндельтрехт, презрев общественное мнение, ходил по разным городам и что-то типа Клод Ван Дамм, махал Секирой, где попало, пока не встретил Андаргала. Свиреп был в рик его и дик, огонь из пасти извергался, он неестественно смеялся и зло показывал язык, но не смутившись ни на миг, герой Секирой снес злодея, такая светлая идея, постигла ум его и честь, и снес он начисто, как есть. Отныне дум высоких полн, Станин Дельтрехт известен всюду, ловили рыбаки Ставриду и в среды в дар ему несли, несли чеканщики посуду, меха несли меховики, цеха несли цеховики, банкиры выдавались в суду, ребята разных государств ему салют салютовали, кричали ботсманы, ура, и воздух ботсманов. Книжка разная она вся. Гусь свиньи не товарищ, а коту верный друг. Кот хорош для ристалища, больно телом упруг, а свинья абсолютно не подходит к гусю и вяжет поминутно, и свиньящит во все. Год какой-то. Это... Лена Махмудовна спрашивает, потому что год ей подскажет, о какой жене извертки. Но извертки 2005. Я коснусь темы моей дочь и супруги, но это когда уже пойдет течь о другом. Как моя жена спасла человечество? Нынешней ночью мир был отделен сполна. Ужас накрыл Каир. В трауре Астана. Их оставалось шесть в пачке, и вот тена. Гладно бы, если б тесть. Их забрала жена. Знала же наперед, Лера умолкнет в глаз. Жадно развинув рот, будет хрипеть пегас. Вяло взмахнет крылом и упадет без сил. Это ж такой таблон. Я же ее просил. И не узнает мир новых великих строк. Тонет в слезах таймыр. Осыпнел Нью-Йорк. Встал надо бы Париж. В гневе киргизский ош. Что ж ты, жена, шалишь? Ну ты, жена, даешь. И осознав вину, скажет тогда жена. Так уж и быть одну. Более ни хрена. Ох, никотинный рай. Вновь застроил эфир. Рвется пегас. Пора. Дремлет спасенный мир. Без спросу совершенно. Поправ авторские права и элементарную как бы общечеловеческую нет, непорядочность. Евгений Семенович безусловно порядочный человек. Общечеловеческую этику. Этику. Мораль. Мораль. Право. Неожиданно я обнаружил, что этот текст выставлен на сайте письма о Ташкенте. Стихи о Ташкенте надо открыть. А, стихи о Ташкенте это, кстати, Мишка Книжник. Он делает большой альманах. Уже много лет собирает. И вот неожиданно я обнаружил, что это выставлено Евгением Семеновичем, с которым я не был знаком. Я был знаком, как и с Пашей. И там пошел какой-то жуткий драйв по поводу этого стихотворения. Жуткий хайп по поводу этого стихотворения. Где-то в районе 150 комментариев. Когда все уже перешло на выяснение отношений а ты кто такой, а ты кто такой, Евгений Семенович прикрыл комментарий. Но я его как бы особо не читал, а вот недавно приехала в Израиль Катя Какович, хороший, прекрасный русский поэт. Если кто не знает, она живет сейчас в Штатах. А она приехала в Израиль. Мы наконец были знакомы по телефону, лично уже познакомились. Вот. И она тоже слушала там и презентацию на выроссалении, еще несколько раз лет читала. И она говорит, слушай, почему ты книжка у нее уже была, она говорит, слушай, а что ты не читаешь вот здесь стихотворение по Ташкенту? Я говорю, ну ты знаешь, как-то оно такое простенькое, как бы. да нет, оно классное, читай. Заставил меня где-то прочитать. Ну, прочитал. Поэтому я вот здесь зачитаю. Можно? Ташкентцам отошнете? Нет, я у Евгения Семеновича спрашиваю. Это долгое реступление вообще. А, простите, у нас все равно будет второй антракт, потому что я не вижу, что мы... Давайте, читайте, пожалуйста. Давай пройдемся по Ташкенту. 15 лет. Можно же попробовать, человек. Кошек нет. Ну, если все вы можете телефоны, тогда будет не так. Давай пройдемся по Ташкенту 15 лет тому назад. Давай поднимем общий зад и окунемся с головою. Ты плачешь, милая, я вою. Как рай тут дынный жил без дат, но удаляют пациенту ненужных органов к плаценту. Давай пойдем к реке Анхор и не спеша напьемся пиво и на трамвае прокатнемся от бешагача до железки. Чудесен летний день в трамвае. Еще неплохо съесть сосиски или пойти искать березки. Хоть знают всякий идиот, что там береза не растет. Давай зайдем на Пахтакор, давай по полю пробежимся. Ты будешь Федоров, я Анн. И самолет на Минск отсрочен. Или подкрепившись в Шедляке в кинотеатр панорамный, пойдем смотреть индийский фильм про Зиту с Гитой. Что за прелесть. Потом поедем на Сагбан. Там продается водка Шбан. Под сень Алайского базара давай заглянем хоть на миг, дабы вдохнуть его даров, арбузов, дынь, чимчи, лепешек. Блеснуть избекским, брат, не чпуль. Глядь улыбается Диханин и в этом славном состоянии вдоль парка Тельмана пройдя минует шумную первушку. Мы до вокзала добредем, там разбежимся по путям и улетим ко всем чертям. Какой прекрасный стиль. Я даже не глядю. Сквозь утро в жакетике сиром, укором расхожей молве, старуха проценчится с твером, придет с топором в голове, горька чужеродная ноша, тревожно глядит вранье, и северный ветер ерошит остатки прически ее. Деревья стоят по уставу, осенней листвой дрожа, и старческие ноют суставы, и обух подернула ржа. Почему всеземные проценты и знаки монетных дворов, планита ее абстинентна, и тонус не очень здоров? Зачем негодяя и вруша обертками снов шебурша? Мы ставим в заклад наши души и бьемся в плену барыша. Ужель, чтобы после с досады о бедной душе отскорбев махнуть с топором по глиссаде в гробе в старушку в себе, что после вот так же вдоль сквера веками пройдила она, прибитая нами химера, топорная наша вина. Не лучше сюжету переча, прервать опостыливший спор, шагнуть старушонки навстречу и выдернуть гадкий топор. Общественность нас не осудит и вызовет даже 0-3 ведь что-то хорошее в людях. Я был предводитель наук, умел я и тетик и гитик, но в утро одно непотребное вдруг весь мозг из башки моей вытек и мне не вдомек и ему не вдомек да собственно нету умата как он полушариями если не смог утечь точно сок из томата зачем организм мой в щемящей тоске достался враждебным бациллом ужель чтоб совочком чертить на песке считайте меня имбецилом ведь было же было буквально вчера имел я приматов приметы и вот коротаю свои вечера слюняю былого предметы с давнишнего фото искрясь извиня глядит моя юная рожа а справа четвертая дева меня звала почему-то Сережа и ей не вдомек да и мне не вдомек зачем я Сережу был с ним но ныне когда обнулился умок вопрос этот вовсе бессмыслен быть может я стану морковью земной или репой не помнящей скрепа не зная что был я сегодняшним мной в отсутствии мозга у репа так реповой праную карму дымок попроя случаями рассвета и это уже никому не вдомек не постигаемо это тенд yell спасибо адапт бout змеи отгл